Я, надо сказать, меньше занимаюсь поэтическими текстами, я больше занимаюсь летописными текстами. И сразу, когда мы берем в руки такой текст, возникают несколько вопросов, на которые я, как историк, обязан отвечать, прежде чем использовать их в качестве исторического источника. Во-первых, надо выяснить, конечно, где и когда и кем был написан этот текст. Без этого я не могу сказать, что этот текст непосредственно отображает те события, которые меня интересуют, а без этого он не источник. Но самое главное в другом. Я должен понять, зачем написан этот текст. Потому что если я этого не понял, я рискую попасть в неловкую ситуацию. Я приведу такой пример из жизни, с вашего позволения. Это реальная совершенно вещь. Я просто смотрю вокруг и иногда думаю, как бы это все выглядело, взгляния это глазами историка, которая будет жить лет через 500. Несколько лет назад у нас проходили выборы в мэрию. Это регулярно у нас происходит. Захожу в метро, в вагон и вижу, что над выходом висит стикер небольшой такой черно-белый. Там написано «Мэрия бессмертна». Все, больше ничего. Я посмотрел и подумал, как я бы это воспринял из другого времени. И подумал, что я бы написал, наверное, такое историческое сочинение о верованиях москвичей рубежа XX-XXI веков, которые поклонялись божеству Мэрия. Женское такое божество, бессмертное, причем поклонявшиеся ему, подвергались, видимо, гонениям, потому что вынуждены были поклоняться в подземельях. Напоминает христианские катакомбы первые. Мало того, они вынуждены были все время передвигаться, чтобы их не догнали. Я бы много интересного всякого написал бы, да? Но я читаю этот текст по-другому. Почему? Вопрос к вам. Потому что я современник. Я современник, и я понимаю этот текст правильно. Правда, ребята младшего поколения, я работаю со студентами с первым курсом, от курса к курсу мне все сложнее с ними разговаривать, потому что в прошлом году я уже задал последний раз вопрос, решил, что больше никогда его не буду задавать на первой лекции. Читали ли вы три мушки теора Дюма? Один человек из 64-х. Мне трудно разговаривать с ними, потому что я могу привести такой пример, никто даже не улыбнется. Почему? Потому что они не смотрели фильм «Невероятные приключения итальянцев в России». А не смотрели они этот фильм, они не понимают тогда этот стикер. Понятно почему. Помните там мафиози, который все время повторяет, у него референт такой идет. Да? Мафия бессмертная. Я понимаю, что написали эти ребята о мэрии. Что интересно, их даже к суду нельзя привлечь. Они ничего плохого о мэрии не написали. Понимаете? И никакая лингвистическая экспертиза тут не поможет. Они дают нам довольно любопытный текст и играют с нами в ту игру, в которую с нами регулярно играет древнерусский автор. Они нас отсылают к другим текстам. Но, надо сказать, что проблема понимания средневековых источников, в том числе и древнерусских источников, эта проблема довольно хитрая. И, судя по всему, читали довольно много и разного, и трудно сказать, каков был круг чтения древнерусского автора. Но, во всяком случае, это помещает древнюю узкую литературу в совершенно другой культурно-литературный контекст, без которого мы понять эти произведения не можем. Или понимаем на уровне первоклассников, которым дали проиллюстрировать стихотворение Пушкина «Бразды пушистые взрываю, летит кибит каудала, и мщик сидит на блучке в тулупе в красном кушаке». Для этих мальцов, как говорят, два слова не составили особого труда. Это тулуп и кушак, с остальным было плохо, потому что, начиная с кибитки, это такая летающая фигня. Она же летит, да, кибит каудала? Некоторые нарисовали ее кубической формы, услышав это как кубитка. Чем занимается эта штучка? А мрачным делом она разбрасывает бомбы и гранаты. Она же летит, взрывая? Вопрос кого? Кушистых браздов, окровавленные ошметки которых, летели во все стороны. Единственное, кто не принимал участие в геноциде браздов, это был люмпенизированная личность в тулупе в красном кушаке с лопатой на плече, который сидел на краю, как вы догадались, ямы. Он же емщик. Хуже всего было, конечно, с облучком, потому что кто-то вообще нарисовал, что тут на этой точке сидит, а кто-то нарисовал маленький обруч. Что, кстати сказать, этимологически абсолютно точно соответствует этимологии слова облучок. Это облучие телеги. Вот так вот. Куда делась самая кибитка и снег, который разлетается во все стороны? Во все стороны разлетались ошметки этой несчастной помеси бобров с дроздами пушистых белых. Вот. Мы читаем приблизительно так же эти тексты и так же их понимаем хорошо. Если мы не учитываем специфики создания этих текстов, если мы не понимаем, какой это контекст культурно-литературный, если мы пытаемся понимать их буквально с позиции современного человека, со своими ценностными ориентациями, со своей логикой, понимаете? Со своим понятий на категориальном аппаратом, извините за выражение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...